Друзья, приветствую! Прошла неделя, время отчитаться о том, что же было озвучено, смонтировано за эти семь дней. Ну, неделя, сами понимаете, выдалась напряженная в психологическом плане, но, тем не менее, многое чего было сделано за это время. Буду рассказывать постепенно. Итак, во-первых, что касается романов, был доозвучен роман Фрэнсиса Пола Вилсона «Застава». В группе ВКонтакте проходил опрос недавно, как лучше его называть, «Застава» или «Замок». Потому что в 90-е, когда был особо популярен этот роман ужасов, ходило два перевода. По одному он был «Замок», по другому «Застава». Вот я решил спросить, как все-таки лучше его величать. И решили, что будет называться «Застава». Посему быть. Осталось роман смонтировать. К монтажу я уже приступил. Будет доступен роман где-то, наверное, в середине октября. Ну, по крайней мере, я буду стараться ориентироваться, чтобы в начале, прошу прощения, в начале октября роман был уже смонтирован и готов для прослушивания. Также продолжаю работать над романом Роберта Макамана. ВАЛ. Новые главы выйдут 26 сентября для донов и для подписчиков на БУСТе. Обязательно подписывайтесь. Просили озвучивать в объемах. Ну, то есть, сколько уже готово для прослушивания, чтобы можно было ориентироваться. Сообщаю. Готово три четверти романа. Ну, может, даже чуть больше. Три четверти. Еще один роман ужасов. Это роман Джеймса Герберта «Тьма». Тоже выкладываю его и записываю по главам. 27 сентября, понедельник. Нет. Да, 27. А, во вторник, получается. 27 сентября, во вторник. Здесь роман не так бодро записывается. Готово больше четверти. Так что ожидайте. Из рассказов продолжаю работу над «Альмонахом» Блэквуд. Четвертый выпуск. Сейчас там насчитывается 13 рассказов. На этой неделе записал всего три. Это рассказы Грэма Мастертона, Джона Коннолей. И попросили меня записать рассказ Дэвида Болла. Я его прочитал. Мне он понравился. Я его озвучил. Весь «Альмонах» в любом виде, сколько соберет рассказов, еще я не буду загадывать, выйдет на следующей неделе. Еще два рассказа. Это рассказ в рубрике или в серии «Классические темные аллеи». Рассказ Стефана Грабинского. Называется он «Безумная усадьба». Стефан Грабинский – это такой польский Эдгар По. То есть пишет достаточно мрачно, достаточно гнетуще и убедительно. Вот в этом рассказе называется, напомню, «Безумная усадьба». Речь идет про отца с детьми, который нашел себе странное место для поселения. Это заброшенная усадьба. Эту усадьбу, разумеется, местные избегают. Считают, что она проклята. Ходят вокруг нее всяческие суеверия. Глава семейства в это не верит. Он поселяется в доме с этим странным садом. И постепенно пытается понять, почему же такие предания вокруг этой усадьбы ходят. Само собой, оказывается, втянут в нечто мистическое, что поселилось в этом доме. Следующая рубрика называется она «По мотивам по». Здесь я записываю триллеры, детективы. Рубрика новая, достаточно свежая. Очень часто фантастические триллеры. И вот на сей раз как раз-таки пример последнего. Это рассказ Грега Игона. Называется он «Аксиоматик». Грега Игона я люблю. Стараюсь описать его как можно больше рассказов. Один из самых, на мой взгляд, лучших современных фантастов, какие только можно себе представить. Это рассказ про месть. Представьте себе человека, про которого можно сказать, что он и мухи не обидит. И ему противно всяческого рода насилия. На его глазах, ну не на его глазах, а убивают жену. Кто убийца, он знает. Но поднять руку на него, совершить месть, он не может. И самое главное, он хочет найти этого убийцу, для того, чтобы узнать, с какой целью он убил его жену. Повторю, что человек избегает насилия. Само насилие ему очень сильно претит. И тут приходит ему на помощь технологии. Существуют некие аксиоматики, с помощью которых можно себе такой вот скилл неплохой прокачать. Что дальше? Об этом, разумеется, узнают самыми первыми мои подписчики в ВК, ВК Дант и также на Бустим. Поэтому обязательно подписывайтесь. У нас много всяческого материала в архиве. Каждую неделю, как видите, тоже что-то новенькое для вас, свеженькое. Готовитесь, так что будьте на связи, будьте в курсе. Всем хорошего настроения и обязательно берегите себя. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok